В продолжении темы. Где, как не в Сибири, могут приручить косолапых? Эту аксиому подтвердили хоккеисты Тюменского легиона. Подопечные Владимира Гусева дважды справились с челябинскими белыми медведями, попутно поздравив своего наставника с днем рождения. В составе хозяев дебютировал Артемий Мутовин. Интересно, что перешел он в сибирскую команду как раз из стана соперников по этому матчу. И как часто в таких ситуациях происходит, сумел отметиться в поединке с бывшими партнерами. На пятой минуте первой игры форвард ассистировал защитнику Павлу Ушакову, который добился успеха броском с острого угла. Гости отыгрались в большинстве. Восстановил паритет капитан Уральцев Владислав Кулиев. Но в концовке периода численный перевес реализовали уже хозяева. Классное попадание в девятку исполнил Михаил Сусликов. Сменив голкипера в перерыве, мишки отыгрались уже на 13-й секунде второго отрезка. А затем команды взяли безголевую паузу. И лишь под занавес встреч Андрей Коваленко после отличного паса Сусликова вывел Тюменцев вперед 3-2. Гости рискнули и уже на 57-й минуте сняли голкипера, заработав большинство. За это их броском из своей зоны наказал Антон Сыбин. Во второй раз пустые ворота уральцев поразил Андрей Тимофеев. Зрелищная победа «Легиона» 5-2. В повторной встрече «Медведи» были повержены в овертайме. Торжество атаки случилось во втором отрезке. Началось все с шайбы гостей. Однако после нее громко заявила о себе звено Евгения Волкова. Один раз центр-форвард отличился сам, еще дважды капитулировать соперника заставил Андрей Тимофеев. Шайбы хозяева забрасывали как подчеркнуто эстетские, так и в силовой борьбе на пятаке. Очень доволен и командной, и игрой всего звена. Там партнеры все сделали для этого. Сначала мне пас Сергей Ашзамасов дал, потом также Сергей Ашзамасов поборолся. Шайба отскочила, мы там с Евгением Волковым пытались ее закопать. Ну, я оказался удачливым. У нас у всех одно дело, одна цель. Победа, победа. Вернуться в игру «Медведи» сумели в дебюте третьего периода, благодаря усилиям своего лучшего бомбардира Егора Степанова. А перевести встречу в овертайм смогли за 12 секунд до сирены. Однако в дополнительной пятиминутке легионеры все же вырвали победу. Новоиспеченный капитан Коваленко принес заслуженные два балла. Это был мой личный выбор, потому что у нас сегодня небольшое повреждение. Филиппов получил на тренировке. И сегодня доверили капитана, капитанство Андрею Коваленко. Он, как бы, парень такой ответственный, такой мужичок, как бы. Ну, молодец, справился со своей ролью. Следующие встречи под шеф Найгусева провели с еще одними соседями по турнирной таблице – омскими ястребами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова